Александр Сергеевич, здравствуйте. А текущая педагогическая ситуация в Якутии? Добрый вечер. Ситуация у нас, к сожалению, не улучшается. Всего по республике 3486 случаев новой коронавирусной инфекции с ее начала. И за последние сутки зафиксировано 97 новых случаев, из них 68 по городу Якутску, 29 по 8 районам республики. К сожалению, за последние дни мы очень видим четкую динамику, что в городе Якутске заболеваемость на уровне 70 человек остановилась. А по районам, к сожалению, она идет вверх и сейчас достигла 29 уже подтвержденных лабораторных случаев по всей республике. При этом мы видим, что география расширяется, причем в первую очередь за счет завоза из города Якутска через детей, приезжающих на каникулы к своим родным и через тех людей, которые приезжают в гости к тем или иным людям в район. Мы понимаем, что эта ситуация, к сожалению, она уже у нас по ряду районов имеет такой серьезный характер. Количество больных исчисляется десятками. И сейчас на местах оперативные штабы муниципальных районов, конечно же, должны принимать все исчерпывающие меры для того, чтобы не допускать дальнейшего распространения этой инфекции. В том числе на уровне районов, поселков, сел, могут вводиться различные меры ограничительные для решения этих вопросов. Но самое главное, конечно же, необходимо соблюдать все те ограничительные меры, которые существуют, в первую очередь масочный режим. К сожалению, вот с этой части ни в городе Якутске, ни в районах тем более мы особо похвастаться не можем. Так мы массово видим, что молодежь особенностей, так очень часто это все игнорируют. При этом количество заболевших, еще раз говорю, у нас не уменьшается, а растет. Мы сейчас являемся, к сожалению, антилидерами по Дальному Востоку. К сожалению, увеличивается число тяжелых больных, уже их 30 у нас в республике. В основном это лица пожилого возраста, старше 65 лет, которые находятся сейчас в крайне тяжелом состоянии. Из них шестеро на аппаратах искусственной вентиляции легких. К сожалению, также увеличивается и количество летальных исходов. Еще раз говорю, в первую очередь для лиц нашего старшего возраста. Коэффициент распространения болезни, который у нас еще недавно был 0,8, он, к сожалению, за счет распространения по районам и за счет того, что по городу Якутску мы не пока добились снижения заболеваемости, уже достиг 1,24. Это показатель, к сожалению, включает нашу республику в красную зону, в которой о снятии ограничений сегодня речи идти быть не может. Поэтому сегодня вечером состоялось заседание оперативного штаба республики, на котором мы приняли решение еще на неделю, по следующую пятницу, 26 числа, включительно продлить все те меры ограничений, которые сегодня действуют по территории республики Саха-Якути. При этом я еще раз убедительно прошу жителей республики, в первую очередь жителей тех районов, где действует режим полной самоизоляции, максимально соблюдать и масочный режим, максимально соблюдать нормы социального дистанцирования и в конце концов просто-напросто санитарные нормы. И также напоминаю об ответственности руководителей за состояние дел в их организациях. То есть нельзя допускать к работе людей с высокой температурой, с признаками ОООРВИ, необходимо на учреждениях, организациях постоянно проводить дезинфекцию, санитарную обработку. То есть, в общем, все те меры, которые мы раньше очень так четко планово проводили, но, к сожалению, вот сейчас мы видим, что по ряду районов и по ряду предприятий города Якутска вот этими мерами просто-напросто уже о них не думают, о них забывают. И это моментально со стороны вируса к нам прилетает ответный удар. Так что это именно в количестве заболевших людей, как по городу Якутску, так и по районам республики. Поэтому еще раз говорю, что ситуация совсем непростая. Многие думают, что вот мы сейчас уже на излете вируса так, но если такое поведение со стороны людей будет продолжаться, то, к сожалению, у нас ограничительные меры не будут сниматься еще достаточно долгое время. Спасибо. Спасибо большое.